В зале немноголюдно, но это на руку спортсменам. Отчетливо слышны подсказки тренера и в решающих моментах помогают переломить ход встречи. Благодаря воле к победе и слаженным действиям, Леонид Коносидин стал одним из победителей соревнований. В самбо он всего два года, но сегодняшний успех говорит сам за себя. Главный секрет – это упорные тренировки. У меня больше всего не получаются броски. Я ловлю на ошибках. А так все нормально. Бросок с падением, передняя подножка с падением. Больше ничего. Это мой коронный прием. Коронный прием есть у каждого борца, но из-за волнения не всегда получается выполнить его идеально. Для спортсменов это дополнительный стимул и мотивация к совершенству. Отработки переднего броска. Я просто не докручиваю. У меня было три боя. Первый я выиграл, а второй проиграл. А третий я выиграл со счетом 4-3. Самбо – не только вид спортивного единоборства, а целая система воспитания и развития морально-волевых качеств и чувства патриотизма. Младые спортсмены учатся не только самозащите, но и получают богатый жизненный опыт. У них формируется твердый мужской характер, стойкость и выносливость. Все эти качества играют важную роль в соревнованиях. Соревнования прошли хорошо. У нас утренняя часть соревнований подошла к концу. Боролись ребята 2010-2011 годов рождения. Это возраст 12-13 лет. Главное, что без травм. Все получилось, все хорошо. Победил, как мы говорим, сильнейший. В жизни и спорте есть одно железное правило – никогда не сдаваться. Что бы ни происходило, бороться нужно до конца, и победы обязательно придут. Волю к победе проявили все спортсмены, а их на турнире, приуроченном восьмой годовщине его соединения Крыма с Россией, собралось более 200 из 15 городов региона. Андрей Колосов, Константин Бондаренко, Первый Матичинский.